Осталось доказать оба пункта, правильно? На самом деле, если бы вы вдумались, но может быть мы даже сейчас осознаем это на пальцах, это одно и то же утверждение. Почему? Сейчас попробуем осознать. Ну смотрите, если нам дан какой-то граф, то альфа, число независимости от этого графа, это ведь омега от графа с чертой. Помните, я описывал графу, в котором стерли все ребра, а те ребра, которых не было, наоборот, провели. Ну, то есть, мы можем установить такое взаимно однозначное соответствие, мы можем брать граф и брать его вот такое отрицание, то есть стирать ребра и проводить все остальные. И тогда альфа от исходного графа, это омега от того. Это одинаковая совершенно случайная величина. Здесь пишем целая часть от формы кубического результата. Про это мы хотим доказать, что эта вероятность большая. Согласитесь, что альфа – это случайная величина. Но найти математическое ожидание альфы или какую-нибудь подобную характеристику альфы не представляется сколько-нибудь возможно. Ну, потому что альфа – это максимальный размер, там какое-то независимое множество. Там не видно, где можно, например, линейность было бы применить. Альфа не раскладывается в сумму, это максимум, чего-то. Это непонятно. Но мы применим хитрость. Мы заменим случайную величину альфа некоторой другой случайной величиной, математическое ожидание которой можно вычислить с помощью линейности. А именно давайте для краткости временно обозначим вот это число k. Корень губический из n, целая часть, обозначим буквой k. И введем случайную величину x в нашем стандартном стиле x от g, которая определяется просто как количество независимых множеств размера k в графе g. Ну, размера, то есть на k вершит. Размера – просто число вершит. Количество независимых множеств, каждая из которых имеет k вершит и содержится в случайном графе g. Вопрос. Как можно в терминах этой случайной величины переписать наше событие а, то есть утверждение о том, что альфа g меньше, чем k? Альфа g меньше, чем k тогда и только тогда, когда что? Я хочу это событие переписать в терминах каких-то значений случайной величины x. Вот если альфа g меньше, чем k, это что означает? Это означает, что самое большое независимое множество в графе имеет размер строго меньше, чем k. Тогда что может сказать пародица от этого графа? Меньше. Есть в нем независимые множества размера k? Нет. А наоборот, если в графе нет независимых множеств размера k, альфа может быть равно k или больше? Нет. Таким образом, в чем состоит событие вот это а в терминах икса? Если альфа g меньше, чем k, то в графе нет независимых множеств размера k. Значит, чему равняется xg? Нулю. Нулю. Правильно. То есть, вот это вот, это вероятность того, что xg равняется нулю. Да. Если альфа g меньше k, то xg, конечно, равняется нулю. И наоборот, если xg равняется нулю, значит, в графе нет независимых множеств размера k, но, значит, максимальный размер независимого множества точно меньше, чем k. То есть альфа g меньше, чем k, тогда и только тогда, когда xg равняется нулю. Да. Все понятно, да? Все понятно. Ага. Так. Ну, это вот уже хорошая случайная величина. Это количество чего-то. То есть видно, что к этой случайной величине можно применять... Линейность. Линейность, да. Но давайте пока сделаем вот что. Давайте напишем вероятность того, что xg равняется нулю, как единица, минус вероятность того, что x больше равняется одного. Ну, потому что если x не равняется, нулю, это значит, что x уже больше либо равен единице. Если неправда то, что в графе нет независимых множеств, ну, стало быть, в нем они есть, есть хотя бы одно. Тогда, конечно, есть хотя бы одно независимое множество, и в садже больше либо равняется единице. Так, а вот теперь интересный вопрос. Помните ли вы, что такое неравенство Маркова, не Чебышова, а вот именно Маркова? Математическим ожиданием оценивалась какая-то вероятность. Вспомните, пожалуйста, что такое неравенство Маркова. В чем оно состоит? Математическое ожидание того, что... Нет, математическое ожидание не того, что... Математическое ожидание навсегда функция случайной величины. А? Пусть случайная величина икс принимает то, что не отрицательное значение. Да. Пусть а больше нуля. Такая вероятность того, что икс больше или равно а, меньше или равна апат ожидания икс, деленное на а. Прекрасно. А вот теперь сюда посмотрите на эту вероятность. Икс принимает... Можно принимать отрицательные значения? Нет. Нет. Икс принимает не отрицательные только лишь значения. Вот это вот а. Единица — это а. А, ну да. Тогда это будет вероятность этого. Вот такая вероятность не превосходит чего? По вероятности математическому ожиданию икс. Математическому ожиданию икс просто, потому что делить на единицу это не нужно делать. Но оно не превосходит, но оно стоит с минусом, правильно? Значит, неравенство получается вот такое. Больше либо равно один минус математическое ожидание икс. А нам как раз и хотелось, помните, доказать, что вот эта вероятность больше там чего-то? Больше чем 0,9 десятых. Ну, вот надо вычислять математическое ожидание. Это вам задача. Вычисляйте, пожалуйста. Это стандартная уже вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok